После того, как на прошлой неделе миссия Международного валютного фонда покинула Украину, так и не приняв решение о выдаче очередного транша, Киев ищет пути получения кредита. В течение ноября правительство разработает новый сценарий для возобновления диалога с МВФ. А для этого необходимо решить вопрос с долгом ЕС, а также завершить переговоры с Россией относительно стоимости газа. Ведь главное требование МВФ – повышение цены на газ для населения – Украина так и не выполнила. Однако так ли нужны стране очередные долги? Премьер-министр Николай Азаров, выступая в среду на заседании Кабинета министров, отметил, что Украина не сильно пострадает от перерыва в переговорах с МВФ. «Мы обходимся без наращивания долгов, которые придется отдавать». На январе этого года задолженность Украины перед МВФ составила 14,25 миллиарда долларов. Страна является третьим крупным должником МВФ после Греции и Румынии. В 2012 году Киев должен выплатить по кредиту МВФ около 3,5 миллиардов долларов. Эксперты говорят, таких денег в госбюджете нет. «Государственный и гарантированный государством долг – последняя цифра на 31,06 – скрываемая цифра. По нашим оценкам – около 60 миллиардов долларов. То есть приближаемся к 50% ВВП. Мы не Греция, нас никто спасать не будет. Таким образом, уже выплачивать проценты по нему и его обслуживать государство не может». С другой стороны, приостановление переговоров с МВФ может негативно отразиться на экономике Украины. «Многие инвесторы смотрят, дают деньги, не дают деньги МВФ и другие международные финансовые организации. Ну и самое главное, к сожалению, это угроза стабильности гривны». Миссия МВФ, неделю проработавшая в Украине, приняла решение сделать перерыв в переговорах. Официальное объяснение – стороны решили отложить пересмотр программы сотрудничества для доработки технических вопросов. NTD, Киев, Украина.